Павлодарские ученые предлагают наладить собственное производство сельскохозяйственных машин и агрегатов. Первые конструкторские разработки уже есть. В Госуниверситете презентовали одну из моделей сенокосилки. Спроектирована она с учетом эксплуатации в местных условиях и должна быть сделана в Казахстане. По мнению разработчиков, это значительно снизит ее себестоимость. Ирбул Абишев расскажет подробнее. Данная модель является двухбросной, то есть ширина захвата 4,9 метра. В дальнейшем есть перспектива модернизации, то есть увеличение еще на один режущий инструмент и ширина захвата составит 6 метров приблизительно. Система данной конструкции тележки оптимизирована именно под наше производство, под оптимизацию, то есть упрощение с очень высокими параметрами. Это далеко не первый опыт разработки подобных проектов, хотя в данном случае эта модель наиболее успешна, уверяют конструкторы. Скоро ее начнут выпускать на одном из павлодарских предприятий. Ну просто, да, исполнение, надежность, я думаю, что и здесь все материалы учтены, что эти материалы все, ну даже прокат или металл там по маркам, это все выпускается в Казахстане. То есть если эту продукцию потом определять на содержание, казахстанское содержание, то здесь будет очень высокий процент. Производитель заинтересовал опытный образец машиностроителей, даже готовый расширить линейку. Для этого есть не только желание, но и возможности. Уже накоплен немалый опыт работы с учеными. Заявки у нас есть, но у нас определенные проблемы, у нас создается все. Там все студенты, магистранты и наши преподаватели, мы все работаем бесплатно. Вот если бы нам в определенной степени на первоначальных этапах оказали бы материальную поддержку для этого конструкторского бюро, с тем, чтобы мы в последующем пойдем на хозрасчет. В архивах университета также скопилось множество проектов по дальнейшей переработке алюминия. Есть идеи даже выпускать алюминиевые радиаторы отопления и комплектующие для пластиковых окон. Это, например, литье по газофицируемым или выплавляемым моделям. Почему? Потому что это, в спорте литье, дает точные и качество поверхности чистой отливки, которых дальше даже обрабатывать не надо. Наукоемкая экономика основана на тесном сотрудничестве науки и производства. Павлодарские ученые уже сейчас готовы начать эту работу, тем самым реализуя инициативу главы государства об усилении обрабатывающей отрасли. Ербулабишев Марат Игриков из Павлодара.